В соревнованиях по настольному теннису в рамках всемирных игр ампутантов и колясочников приняли участие 45 спортсменов. Это представители восьми стран. Корея, Румыния, Болгария, Арабские Эмираты, Казахстан, Таджикистан, Китайский Тайбэй, Россия. Сборная нашей страны самая многочисленная. Марина Чижова – вторая ракетка национальной команды. Бывала на соревнованиях в Чехии, Румынии, Италии. Приятно удивлена уровню игр в Сочи. Впечатлений масса, причем такие положительные. Так интересно все. Люди такие добрые, открытые. Все так нравится. К нам с такой заботой относятся невероятно. Мне вообще даже неожиданно было здесь все это увидеть. На всемирные игры ампутантов и колясочников прибыли сильнейшие игроки. Прежде чем встать за стол, они прошли серьезный отбор. Еще бета-второй по значимости после Паралимпиады турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями. Это масштабное событие. Я хочу поблагодарить организаторов за прекрасные соревнования. Все проходит замечательно. Для нашей команды Румынии они стартовали успешно. Спортсмены в первых играх выиграли. И мы надеемся, что дальше будет так же. Во второй день игр продолжились и соревнования по армспорту. Один из лидеров – россиянин Сергей Вяткин. В армрестлинг он пришел из тяжелой атлетики. После травмы позвоночника, полученной в ДТП в 2006-м. Я и раньше боролся на руках. Серьезно, в 2008-м году я занялся. С этого момента я стал заниматься. И уже стал 12-кратный чемпион в России, 10-кратный чемпион в России, 6-кратный чемпион в России. Армспорт в программу Паралимпиады не входит. Поэтому всемирные игры, говорят армрестлеры, один из самых значимых для них турниров. Для Нияса Измайлова это не первый международный чемпионат. Но за сборную России он борется впервые. Нияс приехал в Сочи из Крыма. Это очень большой шаг вперед, потому что попасть на такие соревнования очень сложно. Завтра будет, я думаю, золото. И я в Крым привезу золото. Я постараюсь удивить нас, крымчан, что все тут хорошо, что нас любят, нас приняли. Большую российскую семью. Высокую организацию турнира отмечают все – и тренеры, и спортсмены. Это результат слаженной работы целого ряда служб, которые сейчас находятся в режиме повышенной готовности. Пока атлеты соревнуются, оперативный штаб игр решает все внутренние вопросы – питание, транспорт, волонтеры. Эта важная работа для зрителей и участников международного турнира должна быть незаметной. Вот главная задача. Здесь симбиоз городских служб, служб Министерства спорта, краевых служб. Здесь задействованы в том числе, естественно, там и все службы связаны с безопасностью. Коллегам огромное спасибо. Они отрабатывают на своих местах, естественно, здравоохранение, естественно, МЧС. Сейчас отрабатывают транспортники. Пока логистика срабатывает в Сочи. Слава Богу, все спортсмены, судьи и все, кто должен был, прибыли вовремя на место. Более 600 спортсменов из 37 стран. Такова география турнира. Спортсмены-паралимпийцы разыграют медали в шести видах спорта. В настольном теннисе, армрестлинге, тхэквондо, плавании, легкой атлетике и стрельбе из лука. Всемирные игры ампутантов и колясочников завершатся 2 октября.